Другим новостям. На приборостроительном заводе в Трёхгорном планируют выпускать станки, которыми будет управлять компьютер. Все комплектующие будут российские. Об этом на предприятии рассказали советнику губернатора по формированию ТОСЭР в закрытых городах Олегу Голикову. В развитие проекта предполагается инвестировать порядка 500 миллионов рублей. Сейчас идёт согласование с Росатомом. Если соглашение будет заключено, то на заводе создадут более 100 новых рабочих мест. Получается, вся территория это всё ваше, да? Да, мы сейчас пройдёмся немножко. Единственное, немножко грязно, только погода. Для расширения ещё места есть. Вы можете объёмы больше делать, продавать. Ещё одна площадка, где планируется развивать новое производство – ЗАО «Альтернатива». Это завод по производству металлоконструкции и навесных фасадов. Здесь после получения статуса ТОСЭР планируют расширение выпуска продукции и создание не менее 50 рабочих мест. А я напомню, что в Челябинской области претендовать на получение статуса ТОСЭР могут 16 моногородов. 11 находятся в Горнозаводской зоне. Первым статус территории, опережающего социально-экономического развития, получил «Бакал». Сейчас на рассмотрении находится заявка от Верхнего Уфалея. Также власти уже подобрали инвесторов для закрытых городов – Озёрска и Снежинска. Это 25 потенциальных резидентов с проектами более чем на 9 миллиардов рублей. Это позволит создать почти 2000 рабочих мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова